Крыть или не крыть? Вот в чем вопрос. Ремонт крыши в жилом доме на Бару стал камнем преткновения между жителями и фондом капитального ремонта. Дело в том, что один из жильцов, Вадим Королев, часть крыши дома над своей квартирой отремонтировал самостоятельно. Купил материалов на 200 тысяч рублей и сам выполнил все работы. Но оказалось, что все сделанное идет под снос. Фонд капитального ремонта затеял в доме свой ремонт кровли. Новую часть крыши хочет демонтировать. Вы можете оценить качество произведенного ремонта, качество материала, который используется, в отличие от того, который подрядчики привезли. Вот смотрите, каждая стропила усилена вертикальными стойками. Каждая стропила. То есть центр дома усилен максимально, потому что до этого крыша прогибалась. Вот в таком состоянии как бы было. Эта часть не отремонтированной крыши и вот стык с тем объемом, который сделал я. Вот он справа. Сейчас вы видите. Видите качество работы. Покрыто рубероидом, покрыто шифером. Шифер покрашен. Восстановил две трубы вентиляционных с четырьмя каналами, каждый из красного кирпича. Вот свои соседские. И сделал короб из металла всех этих труб. Ну то есть, чтобы никогда ничего не подтекало. Вот они это хотят разобрать, а сделать заведомо хуже, чем сделано. Нельзя ломать, что покрыто. Это ж он за все же затратил денег столько. А что это такое? Они спишут, значит, и его денежки, и все припишут эту нашу крышу. И чего, думаете честно? Человек, когда 200 тысяч вложит в кровлю, да, и потом ему говорят о том, что мы ее снесем, конечно, ему это просто-напросто непонятно. Да и нам всем непонятно. Но он не думал, что такое получится. Он думал, что вот он сделает, а когда будут делать крышу, его крышу не тронут. Я думаю, так он думал. А вот видите, как получилось. Управляющая компания отписалась, что доски, которые будут использоваться для ремонта, будут обработаны специальным составом, каким-то противогрибковым. А доски, которые сейчас поставили на наш ремонт, покрыты не противогрибковым составом, а грибком. Ну, то есть они где-то стояли под дождем, несколько месяцев мокли. Вот сейчас эти доски они хотят использовать на дом. Люди предлагают сэкономить общественные деньги, а сэкономленные средства должны пойти на какие-то другие виды работ. Нашего дома или другого дома. Экономии получится 300-400 тысяч рублей. Сэкономить могли, но не будут. В фонде капитального ремонта сообщили, что все равно будут выполнять все запланированные на доме работы, причем в полном объеме. А качество уже выполненных Вадимом Горолевым работ поставили под сомнение. Та работа, которая была выполнена на этом доме, она не является работой капитального характера, так как не затрагивает конструктивный элемент более 50%. Соответственно, еще раз повторю, нельзя считать работой капитального характера, это текущий ремонт. То, что сегодня сделал гражданин, он сделал сплошную обрешетку, место разреженное, тем самым усилил нагрузку на стропильные конструкции и, по сути, увидев это, перенес нагрузку стойками на плиту перекрытия дома, что категорически запрещено. То есть, делаю вывод, что даже та работа, которая была выполнена, она выполнена с нарушением строительных норм и правил. Сделан проект. Замена полностью кровельного покрытия, полностью заменяется обрешетка, укладывается пароизоляционная пленка, после этого полностью устанавливается обрешетка и идет устройство кровельного покрытия из оцинкованного железа. Между тем, Вадим Королев намерен с фондом капитального ремонта бороться до конца. Он уже получил заключение жилинспекции о том, что его крыша сделана качественно и сносу не подлежит. С этим аргументом он будет обращаться и в полицию, и в прокуратуру, и в суд. Продолжение следует...